Скажите, какая-то затяжная уже, по-моему, полоса у нас пошла. Ничьи, поражения, поражения, ничьи. Когда победы-то будут? Ну, понимаете, что я вижу, что команда растет, и это вижу не только, я видит наш болельщик. И одно могу сказать, просто не повезло. К ребятам никаких претензий нет. Все играли, все бились. Посмотрите, какая самоотдача. Я, честно говоря, в нашем высшем дивизионе не видел давненько такой самоотдачи. А у нас она на каждой игре. Но сегодня просто все получалось у ребят. Все было хорошо, и бились все. И, ну, не знаю, ну, просто не повезло. Вот не могу ничего сказать. Просто, видимо, сегодня вот как-то фортуна немножко от нас отвернулась. Команда у нас сильная, и тренерский штаб сильный. Я думаю, мы переборем эту ситуацию. Но просто вот не повезло. Просто не повезло. С первых минут наша команда доминировала. Ну, вот как-то все, мяч не летел, ворота и не летел. Я прям не знаю, надо что-то делать. Вот к ребятам нет никому претензий, к тренерскому штабу нет никому претензий. Все отлично. Огромное спасибо нашим болельщикам. И я думаю, что попрошу их болеть в таком же духе, может быть, даже еще посильнее. Потому что если это заводит трибуны, то представляете, какой моральный эффект это дает игрокам. То есть сегодня была, на мой взгляд, одна из лучших игр сезона. И я горжусь своей командой, что у меня такие замечательные игроки, которые выходят на поле не просто там как-то там заработать деньги или так далее, а просто играть в свою любимую игру, дарить радость болельщикам и добиваться поставленной цели. То есть это очень достойный результат на сегодняшний день. И что хотелось бы сказать, что эта команда, которая идет прямо дышит нам в спину. И сегодня был важный, обоюдный матч и для них, и для нас. Ну, как бы победила дружба 0-0. Но могу сказать, на мой взгляд, наша команда была гораздо сильнее. Скажите, вы как руководитель клуба, может быть, нам откроете какие-то таймы? Может быть, там планируется что-то новое, новые игроки, что-то со стадионом. Ну, не знаю, может, что-то новое с командой. Или ничего, все вот в этом ключе пока и будет. Как на один вопрос в Твиттере болельщиков, губернатор ответил, безусловно. Хотелось бы взять у него эту фразу. Безусловно, мы будем идти вперед, безусловно, мы будем что-то придумывать новое. Но у нас такая команда, что для нее нет ничего невозможного. Подобрался боевой коллектив, который не боится трудностей, даже, может так сказать, верит в некую сказку. И все равно мы верим, что все-таки этот стадион будет передан нашей команде, будет передан городу, области, уж не знаю, в какую собственность. Но он должен принадлежать Ростову, он должен принадлежать команде, болельщикам, нашим горожанам. Ну, если уж не этот стадион, то какой-нибудь другой однозначный, у команды должен быть свой дом. И один из проектов, как говорил замгубернатора, президент нашего клуба Игорь Александрович Гуськов, это стадион «Локомотив». Это, конечно, хорошо, но все-таки вот этот намоленный болельщиками замечательный стадион, все-таки лучше бы, конечно, чтобы это был он. Есть много работы, много проблем, что касается базы тренировочной, технического оснащения команды. Но это все в процессе, я думаю, что этот сезон у нас начальный. Не могу сказать, что первый блин Коман, первый блин, даже уже, можно сказать, не заканчивая первую часть чемпионата, проходит очень хорошо. Мы, честно говоря, не ожидали такого результата, потому что в кратчайшие сроки была собрана команда с огромными проблемами, с огромными вопросами. Но мы их решили, трудностей не боимся. А работать, конечно, есть над чем. И чудеса, наверное, вы все-таки в ближайшее время увидите. Спасибо.